15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Среди них наш земляк Пузунов Олег Васильевич. Когда Вы впервые попали в Афганистан, какие были Ваши первые впечатления? Ну и впервые попал я 12 марта 1984 года. Рано утром подняли, построили, разобрали с собой вещи, мушки, довольствия. И пошли на аэродром. Через 2,5 часа мы были в городе Баграм. Афганская провинция. Ну, в первых впечатлениях какие? Ну, не знали, куда попали, не знали, что делать будем. Представьте себе, что когда с самолета вышли, перед нами пустыня. Ничего, и колючка. Периметр огорожен колючкой. Вышли аэродром, военный, полевой. Олег Васильевич, а как местные жители относились к советским людям? Местные жители относились по-разному. Днем они ходят с мотыга, обрабатывают поля, свои там плантации. А дню, в ночь они могут взять автомат, уйти и так же могут две выстрелить в спину. Олег Васильевич, в каком Вы служили полком? Служил я в 30-45-м отдельном гвардейском парашютном десантном полку. А Вам было трудно? Ну, и тяжело было поначалу. За плечами 30 килограмм, вес плюс автомат, плюс бойкомплект. Уходили в горы, подымались высоко. Когда прикрывали, колонна проходила, когда сами участвовали в боях. У нас командир был с Донецка, Диденко, полковник. Он командовал очень хорошо. И наименьшие потери были у нас. А Вы часто встречаетесь, созваниваетесь, переписываетесь со своими сашлыевцами? Созваниваемся и по скайпу, в одноклассниках общаемся. Нас с ульянскими ребятами вижусь часто. А Вам было страшно на войне? Как у нас командир батальона говорил, не боится, только дурак. А остальные люди все боятся. Конечно, за жизнь. Ну как, ну поначалу, да, было страшно. Потом уже к этой обстановке привыкаешь. Там стреляет, не стреляет, уже становится все ровно. Олег Васильевич, а о чем Вы мечтаете сейчас? Ну, мечта есть у каждого человека. Так, во-первых, чтобы не было войны, чтобы дети, внуки жили в мире. Ну, шесть и будет, иначе на то доля наша такая. Иначе снова скажут, снова поют. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сегодня Олег Васильевич является членом общественной организации муниципального образования Индинский район «Боевое братство». Он часто встречается со своими товарищами по духу, участвует в благотворительных акциях и оказывает помощь в организации патриотических мероприятиях. И каждый год, 15 февраля, он никогда не забывает возложить цветы к памятнику воинам-афганцам и вспомнить тех, кто не вернулся. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...